Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о достаточно важном технологическом моменте при обработке растений, а именно при использовании прилипателей. Прилипатели чрезвычайно важны при внекорневых обработках. Они способствуют более равномерному распределению веществ, которые мы наносим по листовой поверхности. Они способствуют тому, что растворы не скапливаются в капельки. А ведь многие растворы являются достаточно агрессивными для растений. И когда они скапливаются в капельки, особенно если они вносятся избыточно, многим кажется, что если их нести очень много, то они лучше подействуют. Хотя ничего подобного. Надо вносить до легкого увлажнения листвы. Так вот, когда собираются капельки, особенно на солнечную погоду, особенно в жару, есть всегда риск повреждения растений. Для того, чтобы этого не происходило, конечно же, надо соблюдать режимы обработки, но и очень важно использовать хорошие прилипатели. Среди прилипателей существует много разных групп веществ, и мы сегодня расскажем вам о более чем пяти из них. Такая маленькая интрига. Итак, первый прилипатель, который является наиболее распространенным у садоводов и огородников, является вот такое кусковое хозяйственное мыло. Ну, еще многие используют дегтярное мыло, тоже можно использовать. Можно использовать и туалетное мыло, оно менее щелочное. Ну, я отдаю предпочтение вот такому вот страшному мылу. Как показывает практика, оно является наиболее эффективным. Вот такое мыло в дозах от 5 до 50 грамм на 10 литров воды является прекрасным прилипателем. Кроме того, в дозе от 50 грамм на литр воды оно является еще и защитником растений от целого комплекса болезней, а также от мелких вредителей, таких как тля, трипсы, ну и некоторые другие. Поэтому, добавляя вот такое мыло в наши составы, вы можете еще одновременно и защищать ваши растения от некоторых вредных организмов. Необходимо помнить, что вот такое хозяйственное щелочное мыло обладает, делает реакцию растворов щелочной, что не очень хорошо для некоторых средств защиты растений, например, таких как эпин, ну и других, которые несовместимы с щелочной реакцией раствора. Если они несовместимы с щелочной реакцией раствора, в этом случае, как правило, в инструкции или на упаковке пишется, что так, такие вот средства нельзя использовать со щелочными какими-то растворами. Кроме того, щелочные растворы очень пагубно и раствор мыла очень пагубно действует на перитроидные препараты. Это интовир, это карате, это масса-масса-масса других препаратов, вы их всегда узнаете. По действующему веществу там обязательно есть слово там перитрин, перитроид, перметрин, цеперметрин, ну что-то такое в этом роде, то есть вот что-то похожее. Поэтому никогда не используйте мыло в качестве прилипателя при обработке этими инсектицидами. Что касается жидкого мыла, оно имеет совершенно другой химический состав и обладает нейтральной реакцией. Нельзя сказать, что оно является таким уж хорошим прилипателем, то есть хорошо удерживает растворы на поверхности листьев. Однако же при всем том оно способствует очень хорошему растеканию растворов по поверхности листа и очень хорошему смачиванию поверхности листа. Поэтому если вы не знаете, опасаетесь, подойдет вам хозяйственное мыло или не подойдет хозяйственное мыло. Ну, например, для медных препаратов не подходит хозяйственное мыло, для железного купороса не подходит хозяйственное мыло, для растворов с кислой реакцией не подходит хозяйственное мыло. Оно выпадет в осадок, сделается такими комочками и забьет ваш опрыскиватель. В этом случае добавьте жидкое мыло, хоть оно и не будет так хорошо удерживать, но зато обеспечит очень хорошее растекание по поверхности. Второй прилипатель, который я вам хочу предложить, это желатин. Это так же, как и хозяйственное мыло, так же, как и жидкое мыло кухонное или средство для мытья посуды или как шампунь, мыло для рук, является хорошим биологически разлагаемым прилипателем, такого биологического происхождения. Для того, чтобы приготовить прилипатель, или сколько надо добавить желатина, или, кстати, казинового клея, в принципе, это то же самое, только менее очищенное. Вот такая пачечка 15 грамм подойдет на 5-7 литров воды. На 10 литров, соответственно, надо взять хотя бы 30 грамм желатина. Преимуществом желатина является то, что он очень хорошая белковая подпитка для тех антагонистических бактерий, которые могут населять поверхность листа. Конечно, далеко не все бактерии способны гидролизовать желатин и использовать его в качестве источника азота и в качестве источника питания для себя. Но такие вот препараты, как фитоспорин и входящая в их состав сенная палочка, прекрасно могут гидролизовать желатин. И, соответственно, это будет не только прилипателем, но и их прекрасной поддержкой для существования на поверхности листа. Желатин очень хорошо удерживается на поверхности листа даже во время дождя. Недостатком желатина стоит отнести то, что если влажность очень низкая, то он может на поверхности листьев очень сильно затвердевать, что, конечно, нежелательно. Но если вы его используете в защищенном грунте, там, где влажность достаточно высокая или идут дожди, то желатин является вполне хорошим средством для сохранения растворов на поверхности листьев. Реакция желатина нейтральная, и он смешивается со всеми растворами и составами. Следующий состав, который я вам хочу предложить, это крахмальный гель. Две-три большие ложки крахмала на ведро воды являются прекрасной достаточной дозой для того, чтобы обеспечить хорошее прилипание растворов. По своим свойствам крахмальный гель, ну, почему гель? Потому что сперва нужно приготовить гель какой-то густой, в кипятком заварить крахмал, а потом его уже дальше разбавить в ведре воды. По своим свойствам он чем-то похож на желатин. Он также создает пленочку, которая хорошо совместима с поверхностью растений и довольно трудно смывается. Реакция его нейтральная. И штамм 26D, который хорошо потребляет желатин и триходерма, прекрасно используют крахмал, этот крахмальный гель, как источник энергии для себя. Поэтому крахмал также является хорошей подпиткой. Желатиновые и крахмальные гели могут быть совмещены в одном составе. Вы можете взять половинную дозу одного, половинную дозу другого, смешать их и сделать такой комплексный прилипатель. Почему бы нет? Следующий состав, возможно, вас удивит, но он делается на основе овсяного отвара. Он является, пожалуй, наиболее экологичным и наиболее комплексным по своему полезному составу. Кроме того, что он содержит в себе все вещества, необходимые и для хорошего эмульгирования, и для хорошего прилипания растворов, и для хорошего распределения растворов по поверхности листа, он содержит бета-глюканы, он содержит калий, фосфор, кальций, магний, массу различных микроэлементов. Поэтому он является не только прилипателем, но и хорошей подпиткой как для растений, так и для микроорганизмов, которые населяют поверхность листа. Для того, чтобы приготовить овсяный отвар на ведро воды, необходимо 100 грамм овсяной крупы или хлопьев очень тщательно, как следует, максимально тщательно разварить в одном литре воды. Потом отсыдить плотную часть вот от этого раствора, как бы бульона, отвара, который получится, и добавить, вымешать в одном ведре воды. Этот состав будет нейтральным по своей реакции, и он совместим и с крахмальным гелем, и с желатином, и с мылом, и со всеми другими средствами по защите растений. Следующий состав, который я хочу вам предложить, пожалуй, это вещество является наилучшим прилипателем. Если у вас есть какие-то проблемы с дождями, со смыванием дождем составов, которые вы наносите, то это должно быть предметом вашего приоритета и выбора. Это калийметилцеллюлоза. Казалось бы, достаточно сложное такое мудреное название, но это вещество, которое сродни модифицированному крахмалу, которое вы можете найти буквально в каждом йогурте или каком-то готовом продукте для потребления в пищу. Калийметилцеллюлоза является основой обойного клея. Есть масса клеев, которые так и называются. КМЦ и вот такие клеи должны быть предметом вашего выбора в случае, если вы хотите использовать мощный прилипатель у себя в огороде или в саду. Он обладает нейтральной реакцией раствора, совместим практически со всеми пестицидами и предыдущими прилипателями. И у него есть изюминка. Он очень хорош для того, чтобы совмещать его с растворами, содержащими триходерму. Триходерма на нем прекрасно приживается. Она его ест постепенно. Она распускает свои гифы, она выделяет свои антибиотические вещества и все остальное на поверхности листьев. Очень-очень хорошо. Поэтому, если вы используете какие-либо составы, вот с триходермой, тогда используйте остатки обойного клея или купите пачку клея КМЦ или любого другого, в который входит метилцеллюлоза. Это может быть калийметилцеллюлоза. Ну, вот это слово метилцеллюлоза там должно быть в составе. Не используйте те клеи, в которых написано, что в них добавлены биоцидные добавки. Несмотря на то, что вот этот клей КМЦ используется 2-3 столовые ложки на 10 литров воды, и количество этих биоцидов там будет очень небольшое, не нужно, потому что они могут подавлять рост и микрофлоры. Ну, про рост растений не говорю, таких фактов замечено никогда не было, но если вы используете совместно с триходермой, то лучше взять чистый клей КМЦ, в котором есть только калийметилцеллюлоза. Их купить достаточно легко. Следующий прилипатель есть, наверное, в каждом доме. Это самое обыкновенное цельное молоко. Оно имеет либо нейтральную, либо слабокислую реакцию в силу того, что оно заселено молочнокислыми бактериями в процессе приготовления растворов или в процессе использования молока, где-то в теплом месте оно постояло, и начинает скисать, поэтому слабокислая реакция этому прилипателю сопутствует. Вообще, есть очень мало пестицидов, которые несовместимы с кислой реакцией раствора. Ну, не стоит и бояться здесь кислой реакции. Эта реакция будет слишком слабая для того, чтобы как-то негативно повлиять или на растения, или на те компоненты, с которыми вы будете совмещать. Молоко также содержит массу питательных веществ, которые хорошо поддерживают микрофлору, которую вы можете наносить. Это или бациллюсуптелес, сенная палочка с фитоспорином или другими препаратами, или триходерма, или что-то еще. Ну, и следующие два прилипателя, они такие менее биологически совместимы, они не используются микроорганизмами, не используются растениями, однако же выполняют свою функцию как прилипатели просто прекрасно. Первый из них – это клей ПВА. Ну, наверное, найдется мало домов, в которых не будет такого клея, особенно после ремонта. Реакция вот такого клея ПВА является также слабокислой. Но это не мешает использованию примерно 2-3 столовых ложек вот такого клея ПВА на 10 литров воды, как следует вымешать. Не мешает его использованию с различными составами. Единственный нюанс, что если вы хотите использовать клей ПВА в качестве прилипателя, вы должны приготовить раствор примерно за 4 часа до его нанесения. Только в этом случае вот эта поливинилоцетатная эмульсия как следует распределится по раствору. Ну, то есть во избежание неоднородности вашего раствора. И последний прилипатель, который тоже, возможно, удивит вас в таком качестве – это акриловые саполимерные эмульсии. А попросту говоря, акриловые грунтовки, которые, в общем, если кто-то делает ремонт или строительство, они тоже очень хорошо известны. Они обладают нейтральной реакцией в отношении растений, совершенно не фитотоксичны. Они не действуют как-то негативно на живые микроорганизмы, которые находятся на поверхности листа или в растворе. И 2-3 столовые ложки грунтовки акриловой, такой жидкой, на водной основе, на 10 литров воды, как следует вымешать, является прекрасным прилипателем, который будет долго удерживать те составы, которые вы наносите на поверхности растений. Что ж, надеюсь, что вот из этих 8 прилипателей, которые я вам назвал, вы выберете тот, который подходит вам лучше всего, который вам больше всего доступен, и который будет вам наиболее дешев. Это тоже важно в нашей садово-городнической жизни. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего.